Что? Новый челлендж уже в игре? Прямо сейчас палец вверх на данный ролик, если вы хотите видеть больше роликов от моего лица, потому что времени сейчас у меня особо много не имеется, но имеется одна определенная тема, которую надо нам с вами сегодня-таки обязательно обсудить и вообще решить, что у нас будет в дальнейшем в нашей любимейшей игре. Так, у нас все пошло, да? Все отлично? Это супер! Тема сегодня у нас пойдет, конечно же, про челленджи, которые у нас появятся уже завтра, 14-го числа, сегодня у нас 13-е, да? Как-то так в этом плане, новый ролик, конечно же, увидите, когда уже челлендж у нас будет в игре, и вы будете уже набивать эти нагибаторские звезды, и в этом плане у вас что-то уже будет получаться, вы начнете понимать, насколько круто их бить. Но сегодня я хотел бы вообще рассказать по поводу того, что нас ждет впереди, поэтому я думаю, для многих эта информация будет интересна, то, что у меня вообще в принципе сейчас имеется в голове, о том сегодня мы в принципе с вами и поговорим. Что касаемо именно-таки самих челленджов, кто полностью еще не разобрался, то я вкратце расскажу то, что у нас имеется как бы 50 шагов, последний шаг, последний как бы ход, 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 50 ходов, последний ход у нас на 2000 звезд дает вам либо Хантер плюс Жигу, либо просто Жигу, если у вас не имеется супер нагибаторского там бонусника, или как он там у нас называется, я не знаю точно, но который вы можете в принципе приобрести, но насчет него чуть попозже мы расскажем. Что еще интересного вообще в принципе можно заработать за эти челленджи? Можно заработать новые анимированные краски, можно подзаработать контейнеров, если не ошибаюсь, там в сумме получается что-то около 40 или 50 контейнеров, в общем, хорошие цифры в плане контейнеров. Премиум аккаунты, нарки, анимированные краски, эффекты, все что вы хотите, все что вы пожелаете, вы сможете заработать, и в этом деле у меня вообще в принципе встает один вопрос, когда делают такую движуху, чем вообще думают, ребята, чем думают? Для меня вот знаете, первое, когда я увидел такой вот ивент, что мне первое пришло в голову, это то, что скоро этой игре будет конец. А почему так? Почему вы меня спросите, почему конец? Ну когда делают такую движуху, оно подразумевает хороший заработок денег, но он, можно так сказать, одноразовый вброс денег. Понятное дело, что скоро у нас будет сейчас Новый год, проект хочет перед Новым годом побольше заработать. Но, но, понятное дело, что челленджи будут появляться у нас потом, и если постоянно будут проходить у нас такие акции, то для меня, честно, непонятно, непонятно. Вот, пока в голове моей это не укладывается, к чему это вообще в принципе привести может, я понимаю, я понимаю, к чему это может привести, а понимают ли они это. То есть, игроки и так уже сейчас довольно-таки быстро прокачивают свой гараж, довольно-таки быстро у них получается зарабатывать не только кристаллы, но и получать и контейнеры, и всякие эффекты, которые выбивают у нас люди с контейнеров. И, для меня, честно говоря, непонятно, как бы, я понимаю сейчас на данное время только одно, то, что проект явно быстро и просто заработает деньги, потому что 150 рублей это маленькие цифры, и то, что как минимум 1020-30 игроков точно, ну вернее не игроков, а аккаунтов прикупит данный именно-таки бонус, для меня это как бы понятное дело, но что будет дальше? Что мы увидим в конечном итоге, когда закончится у нас челлендж, начнется еще один, еще один, еще один, что будет дальше? Я пока не вижу вот этого вот логичного продолжения всей этой истории, не могу понять вообще, к чему сведется данная цепочка, но поживем, в принципе, увидим, но все это дело как-то для меня очень скомканно выглядит, и... Возможно, кто-то, посмотрев данный ролик, скажет, что я несу какой-то бред, но, в принципе, анализируя другие вообще игровые проекты, я видел интересные вещи, которые происходили, и когда... Проект находился на грани закрытия, ну, во многих определенных играх, которых сейчас уже не существует, но в которых я когда-то играл... В которые я когда-то играл, там вот была такая движуха, что очень пользовался спросом одноразовый вброс денег, то есть одноразовый донат, который приводил к быстрому росту капитала своего, И потом было своевременное и быстрое закрытие проекта, то есть как бы до этого момента, когда начался спад, но в игру еще играли и вкладывали деньги, все было хорошо, потом происходит какая-то масштабная такая какая-то акция, или как ее можно вообще назвать? Ну, ладно, здесь у нас это просто ивент, ивент просто там как бы развлекаловка, и проходят вот такие вот какие-то глупые маневры, и все это дело быстро заканчивается. Надеюсь, что с танками нашими ничего такого не произойдет все же, я не собираюсь пока заканчивать с этим проектом, и надеюсь, что они тоже не имеют таких-никаких глупых мыслей, но... Заработок будет? Будет, но насколько он будет удачный потом в конечном итоге, потому что это все бьет именно таки по экономике игры, и насколько верное решение делать настолько хороший бонус для тех ребят, которые вложат деньги, хоть и не такие большие, но все же вложат, я, честно говоря, пока не могу понять. Возможно, кто-то из вас думает как-то по-другому и имеет свою какую-то точку зрения, хотел бы услышать ваше мнение вообще по этой всей движухе, по поводу этих всех челленджей, насколько вы вообще, в принципе, правильно думаете сами, насколько крутые призы, как по мне, это чересчур крутые призы, можно было бы сделать что-то поменьше, не будем говорить, что типа как-то там маловато сделали, или еще что-то в этом роде, ну давайте смотреть объективно, ребят, на вещи, давать такое большое количество анимированных красок, контейнеров, премиум аккаунтов, кристаллов, чего там только не дают, ребят. Но это много, это много. И даже сам понимая то, что я буду это делать, все равно я скажу, что это много, я не скажу, что это мало и то, что надо еще больше. Я имею вот такую вот точку зрения, возможно, кто-то с моей точки зрения не согласится, но как-то, как-то, как-то так. Поэтому хотелось бы услышать по этому поводу всему ваше мнение, хотелось бы почитать ваши комментарии, предложения, возможно, какие-то мысли. Поэтому отпишите обязательно по этому поводу. Ну и, наверное, напоследок, что я хотел бы сказать еще по данному ивенту. Звезды, звезды, ребят, где и как, и чего набивать. Об этом роликов я не знаю, сколько я уже снял, и насколько много я данной тематике уделял своего внимания, но все же я скажу одну вещь. Залагивает у нас ТОшка, сейчас мы быстро обновимся и продолжим. Быстро-быстренько я возвращаюсь в игру. Хотел сказать, ребят, одну вещь, это то, что самый лучший все-таки способ набития звезд остается прежним. И как бы кто мне ничего не говорил, захват флага нужно понимать, что если вы играете своей командой, вы будете набивать данные звезды намного быстрее. Но, но, в данном случае здесь набить звезды сможет любой, просто любой. Набивать их надо будет, вернее, у вас есть время набивать их целых 6 недель. Вы просто представьте, у вас имеется полтора месяца, чтобы набить 2000 звезд. Это очень большое количество времени. И, как по мне, каждый из вас, кто сейчас посмотрел данный ролик и играет хоть немного в нашу игру, просто, просто выполняет заданки даже условно. Сможет набить эти 2000 звезд, сможет получить уникальные предметы, анимированные краски, эффекты, кристаллы, контейнеры и тому подобное. С одной стороны, очень-таки круто, что каждый желающий сможет это сделать, но я остаюсь, ребятки, при своем мнении. И мне интересно, чем закончится вся эта история. Немножко пессимистически, конечно, я к этому всему отношусь, но как есть, так есть. В последнее время меня этим проект чем-то очень-таки сильно хочет удивить. Что было у нас сначала с энергайзером, что у нас было потом еще с несколькими другими обновлениями. Потом у нас контейнеры расширили, как бы, можно так сказать, мягко говоря, мне рот закрыли в этом плане. Но сейчас начинается новая эра, начинается какая-то новая движуха. Экономика в игре и так уже болтается на последних парах, можно так сказать, на последних волосинках. Ну, а когда проходит еще такая всякая тема, я могу только сказать одно, ребят. Для всех игроков, которые играют долгое время в нашу игру, и те, кто имеет у нас максимальное вооружение в своем гараже, давно положили один большой болт. И все делается у нас для новых игроков, которые приходят в игру, которым надо качаться, и для них все эти движухи намного-таки интереснее. Ну, а для всех старичков проекта, эта тема не такая уж интересная, как по мне. Можно было бы реализовать это как-нибудь по-другому и намного-таки интереснее. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Надеюсь, что он вам понравился. Если не понравился, то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии, напишите, что вам не понравилось. Ну и вообще, отпишите по вашему мнению, насколько правильно проводить такие челленджи и вообще выпускать такие вот жесткие нагибаторские обновления. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok